Всем привет! С вами Арина! И свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game Awards. Сегодня в выпуске. Представленная игра Fingert. Появились первые 8 минут игрового процесса The Soul Project. Опубликовано имя композитора на шумевшей игре XCOM 2. Анонсирован хоррор The Town of Light. Новые подробности бета-теста Call of Duty Black Ops 3. Новые детали дополнения Imperial City для The Elder Scrolls Online. В студии The Animax Media наконец-то решила опубликовать несколько подробностей по поводу грядущего дополнения для The Elder Scrolls Online и Imperial City. Как известно, кроме самого расширения, игроки смогут ознакомиться еще с новым игровым контентом. Новое дополнение в игру принесет сокровища вместе с хранилищами. Станут доступны целых 6 новых игровых районов, причем с новыми интересными заданиями и героями. Появится также некая система Tell War Stone, с которой ознакомиться вы сможете немного позже в игре. Разработчики также сообщили о том, что в скором времени для игроков выходит патч, который исправляет разнообразные баги и проблемы с набором опыта у игроков. Кроме этого, грядущий патч принесет новые уникальные умения для всех существующих рас. Патч выйдет сразу же после дополнения Imperial City. Представленная игра Fingert Человек по имени Эдмунд Макмиллен известен также как разработчик игры Binding of Isaac и игры Super Meat Boy. Сообщил нам о том, что на следующей неделе выходит его новая игра, называется она Fingert. И как оказалось, игра представляет собой симулятор полиции, где вашей главной задачей станет выяснение того, кто виновен в самых разнообразных преступлениях. И даже несмотря на то, что сам разработчик называет свою новую игру детективным романом, на данный момент в это мало верится. Трейлер, который был представлен, показывает лишь психоделическую форму, где продемонстрировано практически не связанное между собой видео. В нем главный герой проводил расследование на основе слухов и показаний свидетелей. И как полагается, каждое преступление будет случайно сгенерировано, поэтому, судя по всему, в игре предстоит провести не один час. Да и это не учитывая того, что цена на игру составляет всего 120 рублей. Появились первые 8 минут игрового процесса The Soul Project. Студия Total совместно с компанией Grip Digital представили первые 8 минут непрерывного игрового процесса. Завораживающий и трагичный The Soul Project. Представленный видеоролик впервые знакомит игроков с миром, который встретит их в игре. В продемонстрированном видеоролике вы можете увидеть окружающий мир, растительность, горы, небо. Судя по видеоролику, какое-то судно потерпело крушение и тем, кто остался в живых, необходимо любым способом выжить. Сама же The Soul Project представляет собой игру от первого лица, которая забрасывает игроков в суровые и тяжелые для жизни условия на незнакомой планете. И главному герою игры предстоит отыскать способ, который бы позволил отослать сигнал обратно домой. Необходимо как можно скорее спастись, причем спастись необходимо не только вам, но и всему человеческому роду. Субтитры создавал DimaTorzok Напоминаем, что оригинально крутой саундтрек для XCOM написал известный автор, композитор и продюсер, признанный во всем мире Майкл Маккен. В числе его клиентов фигурируют крупные компании игровой индустрии – Ubisoft, Square Enix, MTV и другие известные компании. Но для второй части стратегии XCOM 2 компания Firaxis Games объявила композитора, который написал легендарные саундтреки к играм Cam & Conquer 4, Red Alert 3, The Darkness 2. Его имя Тимоти Вин. Это не первый опыт композитора в работе над серией. Он занимался звуком нескольких кинематографичных сцен в XCOM Enemy & Know. Причиной такой рокировки стало то, что Маккен слишком занят музыкой для Deus Ex Mankind Divided. В сравнении XCOM сделала многое для жанра тактических стратегий, а Deus Ex продвинула сразу несколько жанров. Тем самым можно сказать, что они прекрасно смогут сочетаться в одной игре. Играет музыка Анонсирован horror The Town of Light Маленькая группа разработчиков из Флоренции собирается в скором времени выпустить психологический хоррор-адвенчуру The Town of Light, который будет целиком и полностью посвящен даже не чудовищам, а заболеваниям. Если верить разработчикам, то в игре вы не встретите ничего мистического. В центре событий окажется психиатрическая лечебница под названием Вольтера, которая, между прочим, будет соответствовать реальной лечебнице, что находится в Тоскане. Но Вольтеру, как и большую часть аналогичных лечебниц, прикрыли еще в далеком 1978 году, после того, как общественность обратила внимание на нестандартные методы лечения. Игрокам же предстоит взять на себя роль бывшей процентки этой лечебницы, которая попала туда в возрасте 16 лет. Теперь героиня следует таинственному голосу, который приведет ее к разгадке того, что же творилось в этой лечебнице. Новые подробности бета-теста Call of Duty Black Ops 3 От известной компании Activision и студии Trey Edge стали известны новые подробности предстоящего бета-тестирования Call of Duty Black Ops 3. В игре появится 7 режимов игры. В бета-версии Call of Duty Black Ops 3 есть возможность выбрать один из 7 режимов. Все они будут играться на трех доступных картах. Первая карта – это большой охотничий домик на пересеченной горной местности в Эфиопии, который уютно расположен под водопадом. Но несмотря на его тихое и уютное место, здесь можно устроить настоящий ад смерти. Вторая карта рассчитана на оперативное действие игрока, так как местность достаточно открытая и расположена в известной египетской пустыне Сахари. Третья карта порадовала своей универсальностью в боевых режимах, так как она находится в аварийной зоне эвакуации в середине затопленной зоны карантина Сингапура. Локация данной карты позволяет игрокам использовать все свои навыки ведения боя. Разработчики Star Wars Battlefront считают, что игрокам неинтересна одиночная кампания. Главный недостаток Star Wars Battlefront по версии игроков – отсутствие сюжетной кампании. В какой-то момент многие игроки начали жаловаться на этот недостаток игры. Но представители кампании Electronic Arts считают, что игрокам не сильно интересна будет кампания игры. Именно об этом недавно заявило издательство в своем новом интервью. Конечно, подобное заявление касается лишь шутеров с упором на мультиплеер. К тому же компания EA недавно провела опрос, который дал понять, что необходимо игрокам. Оказалось, что многие игроки не слишком усердно проходят одиночную кампанию в мультиплеерных шутерах. Судя по всему, именно поэтому студия DICE решила сосредоточить все свои силы на мультиплеерной части. И у них все вполне хорошо получается. Многие игроки очень довольны игрой, даже несмотря на то, что там отсутствует одиночная кампания. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!